Девочки, смотрите, я готовлю обед. Мы сегодня с мужем договорились съесть одну яичницу и поехать на прогулку. Тем более, погода сегодня замечательная, солнечная. Вот и я говорю, я такая залезла в холодильник, лежат у меня, как всегда, девочки, куплю эти шампиньоны для фарширования. И никогда не это, всё время про них забываю. Вот как-то не надо сразу много овощей покупать. Вот, нашла, девочки, два рататуи. Ну, здесь у меня много этих абержинов, баклажанов с огорода. Я так вот попробовала. И вот такие вот у меня сейчас получатся распрекрасные фаршированные овощами со своего огорода шампиньончики. Я их чуть-чуть причесночу. И немножечко масла оливкового добавлю. И будет распрекрасно. Представляете? Всё-таки как хорошо иметь вот заготовки. Можно было просто съесть каждому нас чёрным хлебушком эту иклицу. Ну, вы знаете, я думаю, что... Девочки, сколько у меня? Да, восемь. Я всегда беру парные, потому что у меня муж любит... И просто вот я беру вот шапочки эти чищу, снимаю кожицу эту и вынимаю эти перегородочки и просто поливаю маслом, перец, соль, как обычно, и запекаю в духовку. И уже это очень вкусно. Ну, а фаршированные, девочки, это, конечно же, будет ещё вкуснее, ещё сочнее. Я сейчас немножечко пролью маслицем оливковым и поперчу, потому что я попробовала икра такая... Ой, горячо, не буду трогать. Я в перчатках, я очистила шампиньоны, я одела перчатки, потому что, девочки, руки очень сильно. Особенно ногти. Вот так вот маслицем, так-так-так. Вот. Представляете, какой у нас будет... Ой, девочки, не хватило. Надо где-то взять поделиться. Где-то тут много было. Вот сюда, раз. Надо поделиться богатством. Вот какая, девчонки, у нас какой. Рус-прекрасный будет обед. Что вы думаете по этому поводу? Ммм, с чёрным хлебушком поджаренным. Ням-ням. Девочки, я получила журнал новый этого Жака Брияна. Это вот моя новая теплица, да, где я заказываю. Посмотрите, вот эту клубнику я в прошлый раз заказала и уже высадила её. В Инстаграме моём я выставила видео, как я делала. Девочки, ну, я надеюсь, что я смогу вырастить это чудо. Потому что, ну, я смотрела в этом, в интернете, я хочу вам сказать, один фотошоп. Там видно даже, что одинаковые грозди клубник висят. Поэтому, кто его знает. Бизнес-бизнес. Девочки, а вот это, смотрите, я такого никогда не видела. Написано. Удивительно. Вкус, форма груши, вкус дыни. Его называется, это вот так, смотрите, мелун, пуар, пепино. И прям в горшочке вот так вот выращивают. Послушайте, стоит 9,99. Вот даже ради интереса я бы его и хотела купить. Просто посмотреть, что за чудо. Вообще, очень интересный журнал. Если хотите, напишите мне, я вам сделаю обзор. Просто вот возьму его и сделаю обзор, такой, как я вам обычно делаю. Потому что, девочки, это занимает очень много времени. Посмотрите, какая эта фиалка девочки обалденная. Балденная, 14,99, фиалка из Тулуза. Вот она самая ароматная у нас. Она у меня растёт в саду, как дикая. А здесь прям такая красодичка. Да чего тут только нет. И знаете, что ещё у него хорошо? Я гляну по деньгам, что у меня получается. Он распродаёт вот эту фуксию. Посмотрите, вместо 26,97,13,49 здесь будет 3 этих маленьких. В прошлый раз он её давал в подарок, вроде бы. Вот Жасмин мне прислал в подарок, такой неплохой. Девчонка, интересный каталог. Если хотите, давайте тогда просто поговорим. Я вам просто поснимаю его. Девчонки, всем привет! Сегодня у нас уже 10 марта. Я вот, я всё, девочки, вот эта вот сторона, да, вот, походу в дом сюда. Девочки, я уже неделю тут копаюсь. Я просто вам ничего не снимаю, потому что, во-первых, мне не хватает на это времени. Во-вторых, мне не хватает времени выставлять это всё. Вот, и я там уже, я вам честно скажу, я не знаю, я записывала или нет. Чтобы там вот в этом, я вон там себе уже наделала всяких горшочков. Девочки, ну потом как-нибудь, я посмотрю, что я буду выставлять. Я ж не помню. Снимала много до 7-го числа. А что выставляла, совсем у меня уже в голове не держится. Вот здесь, вы видите, досадили мы розы. Две розы, которые получили. Вот одна, это Ориян. И здесь вот вторая, вот эта, которая Квин Элизабетта. Вот. Девочки, вообще, у меня одни сомнения по поводу этой розы. Но если она не пойдёт, я её просто выброшу, посажу в другую розу и даже не буду её думать. Вот здесь вот этот, что цветочек бабушка вот это нам дала. Я его рассоединила. Я себе кусочек посадила вон там, в уголочке у себя, перед окном. Вот. И сейчас, девочка, я вчера уже начала обрезать этот шиповник. Сегодня сказала мужу больше шиповник. Птицам не буду с этой стороны оставлять. Девочки, они его здесь не едят. Мы им вешаем вот эти шарики. И они у нас в саду там всё это питаются. Здесь вообще не прилетают, понимаете. Вот сейчас мне это надо всё... Я запустила в этом году времени руки. У меня же только две руки, вы понимаете. У меня же муж занимается чисткой территории. Он что-то тягает гаммами, выкапывает, тяжести переносит. Но вот это всё остальное, это же я сама делаю. Рук не хватает. Вчера вот эту розу почистила. Это Гранвит. Вот она очень старая уже. Вторая, которая здесь была, Колумба. Уже в том году он умер. Я его вырвала, выбросила. Это тоже полуживая. Но может быть ещё в этом году и подсветёт. Но уже вообще тут... Ну тут уже нечего спасать. Вот такие дела. И сейчас я вот буду чистить, убирать вот этот шиповник по максимуму, что я смогу сделать. Попросила мужа, чтобы он мне принёс такую длинную эту палку для обрезания. И что смогу здесь чуть-чуть вот подровняю, потому что, девочка, ну... И всё, чищу, вырываю здесь травки. Вот видите, эти вот были подсыпаны, вот эти дробленные эти палочки, что мы делали. И щипа это так хорошо. Хорошо и травы уходят. Вот здесь я копалась два дня. Даже три. Что-то копалось. Всё по миллиметру. Эти тюльпаны растут везде, понимаете. А бы как. Никакого толку нет. Уже в этом году их не так много. Осенью нужно обязательно покупать тюльпаны, девочки. И буду высаживать их вон там, вот только под это. Под хурмой. В основном, чтобы такая полянка была тюльпанов. Потому что потом ты не можешь нигде наступить и ничего сделать из-за них. А потом они отцветут и всё, понимаете. Но здесь, девочка, вот эта же поляна у меня была полностью тюльпана. Вот полностью. Вот всё, что осталось. Вот так что я приступаю. Сейчас вот буду это всё убирать, чистить. Если что-то изменится, то я вам покажу результат. Мне кажется, не очень-то здесь что-то изменится. Дай, 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 дай. Собака нашла её старую игрушку, как она теперь довольная, как слот. Вот дай мне, дай мне её. Вот это что творит. Ох, ох, осторожно ты мне ударишь больно сейчас. Дай, дай я тебе брошу. А Мария, смотрите, мне делает эти щепу. Попросила я его. Видите, как хорошо. Я его попросила, чтобы мне без листочков. Сейчас там вот всё засыплю, где розы посадила, будет чисто потом. Сейчас я ей буду бросать эту штуку. Беги! Тян! Ура! Полетела, полетела моя девочка. Апорт! Ни за что не отдаст. Вот ни за что не отдаст. Она и играть хочет. Так, девочка, смотрите, мои собаки. Мои собаки, любимые мои. О, молодец, да, отдаила, молодец! Молодец! Ура! Ой, девочка, я кураму бросила. А, нет, нормально. Ой, а я шару, как сумасшедшая в камеру. Ну вот вы с нами хоть поиграете. Ищи, потеряла. О! Вот любит она подписать камеру. Эта собака. Вчера проверяла девочка, Ира мне привезла ростки. Сейчас рожей попрошу. Ну, сходила, показала ему, где растет это. Где мы посадили инжир этот красный, что мне Ира привезла. И, знаете, он такой какой-то не очень. Он, ой, точно, я его затронула, мол, типа. Ну, он же поразит. Он же будет сажать, сеять томаты в субботу, в воскресенье. Я говорю, не покупай семена, у меня полно. Я тебе принесу, выберешь. Потому что, девочка, я в этом году, ну, может быть, я 5-6 штучек и посею себе, но не больше. Вот. И не хочется, и он и посеет, и будет много. У него тоже рука зеленая, и я что-нибудь там купим, еще что. Не хочу. Не буду заниматься в этом году. Несколько, может быть, семечек, это тыквы посею и кабачков. Не более того. Вот мой уголочек такой. Вон, вчера я притащила эту сетку, смотрите, поставила. Мой кричит. Это страшно. Я говорю, ну, а что, твой угол не страшный? Девочка, посмотрите, пассифлора. Вот. Не знаю, пойдет она, не пойдет. У нас холодные ночи, обещают. Я унесла вчера, и в коллекты фуксию унесла. Еще молодые, побоялась. А вот пассифлора, уже ж я ее не перенесу. Вот видите, вон, видите, маленький рост. Вот этот, вот это новый росточек. Ну и все, девочки, больше тут ничего нету. Я вообще не представляю, как с этой пстречи что-то может вырасти, чтобы мне полезло на стенку. Поэтому не знаю, не знаю я. У меня очень много сомнений. Девочки, даже не знаю, показывала вам, не показывала свой горшочек распрекрасный. Я его быстрее всего здесь и оставлю. Потом, когда уже у меня что освободится, я что-нибудь придумаю, чтобы его поднять повыше. Видите, какой хорошенький получился у меня тут. Красавчик. Так, девочка, пошла дальше продолжать стричь розы, потому что муж сейчас наделает щепы мне. И будет это. Все я посыплю. Вот хорошо, розочка у меня пошла. Это романтика, бель-романтик. Бель-романтик от Мияна. Тоже был, девочки, подарок? Никакая. Вот она у меня тоже лет 7 сидит. Вот в том году я там что-то ее тут шевелила, шевелила. Вот эта вот мертвая ветка нужно обрезать. Но опять же, здесь мертвая, здесь вот и растет. Ну, тоже, а бы что, девочки, ну, розы вот такие. Ароматные, красивые, кремового цвета. Обалденные. Короче, у меня много девочек роз, которые вообще просто уже не хотят расти. И я каждый раз говорю, я их просто выкопаю и выброшу, и рука не поднимается. Ну, короче, так вот и мучаюсь я со всем этим. Девочки, ну, послушайте, начали чистить мы этот угол, который тут все умерло. Ну, вот посмотрите, вы видите? Один корень, половина мертвого. Ну, что ждать от этих двух, не знаю. И вот сейчас вот тут вот мы убираем. Все, что у нас было закрыто. Красота была неимоверна. Видите, теперь виден гараж, видна дорога. И вот здесь вот, смотрите, на стволах, на старых, это эта жимолость. Видите, вот есть листочки. Так я говорю, давай его ставим, может быть, может быть, что-то проявится. Вот здесь вот тоже. Вот так вот, девочки, растили, растили. Бабам! И эта жимолость, она мне вот здесь сидела, отчего у нас вот эта кониса вот появилась. Она тоже у нас цвела, цвела, а потом раз и умерла в один год. Здесь вот та же история. И там вот у меня, девочки, олеандр сам подсеялся. Вот видите, вот он просвечивается теперь. И тоже в каком-то он состоянии, неважно. Но я такая его сейчас подстригла троху. И мужу говорю, слушай, не буду сильно трогать, хоть чуть-чуть закроют мне это. Эту дырку. Видите, вон тоже. Вон, видите, видна терраса. Так вот, если идти, раз, и посмотрел. И никак, я этот угол годами, я его заращиваю, 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 девочка. Всё равно что-нибудь да помрёт. Это просто, это просто жесть. Вот я вам говорю, у меня разочарование полнейшее потом. И такие дела мои хорошие. Вот, ну, посмотрите. Вот я поубирала этот шиповник. Насколько могла. Немножко поправила жасмин. Вот, ну, а здесь этот жасмин такой не очень, девочки. Ну, я ничего уже там не сажать не буду, ничего. Пускай растёт. Вот, если растёт, здесь вот будут вот так розочки. Вот Марис мне уже настругал. Сейчас вот попробую подсыпать везде, чтобы земля не пересыхала. Потому что на этой земле, господи, боже мой, ещё не знаю, девочки, как вот что растёт. Короче, режем эту, чистим эту загородь, девочка. Сердце болит, аж плакать хочется, честно скажу. Ну, вот и хурма, девочка, начинает просыпаться. Она поздно, поздно просыпается. Так что, вот в этом году я себе вот этот уголочек хочу немножко сделать более-менее приличным. Здесь вот тоже ничего. Сейчас колокольчики здесь эти отцветут. И больше я этим колокольчиком вон туда, в ту сторону не дам идти, как было в прошлом году лес. Это паразиты заполонили мне всё там. Вот, и здесь потом, после тюльпанов, когда они отцветут, ничего не будет. Потому что, ну, а как потом собирать хурму? Вот, и эту ветку хурмы, видите, оставляю к дому ближе. Ну, что-нибудь да будет же. Девочки, ну, вот уже полседьмого. Марис уже зашёл, у него начались его филитоны эти, многосерийные. Он смотрит четыре многосерийных таких филитонов по 30 минут каждая серия. Вот, а я тут всё продолжаю чистить. Ну, вот, смотрите, девчонки, завтра здесь ещё пройдусь тяпочкой, подкормлю. Потому что, ну, вот есть несколько листочков зелёных на старых плитях. Вдруг пойдёт дальше. Сейчас вам покажу. Смотрела-смотрела, мужу говорю, давай, вот здесь, с этой стороны, сделаем вот такую точно штучку. Уберём эти плитки, что-нибудь сделаем. Насыпем хорошую землю и посажу здесь какую-нибудь. Да тот же вот этот вот ложный жасмин, этот солоном или что-нибудь такое, да можно всякого посадить. Он говорит, давай. Ну, господи, согласился, и то хорошо. Вот, поэтому девочка чистила вот после обеда. И всё равно ещё мусора много. И здесь ещё и листва есть всякое. Вот здесь же вот это отмирает, да, сыпется всё. Вот, и смотрите, чё. Это вот мой последний куст от первой партии. Ну, ему уже лет 10. У него просто, посмотрите, просто уже нет корней. Они все там уже отгнили. Вот, хотя он начинал хорошо. Вот это ещё свежее. Но тут уже всё сухое. Я уже веточкой попробовала. Поэтому вот мы вот этот вот ряд будем засаживать. новой лавандой. И я не знаю, буду ли я всаживать сюда куст. Может быть, посажу шалфей. Глянем, девочки. Потому что... Ну, вот. Короче, это вот ещё мусора уже, наверное, пятая эта штука. Вынесли мусора страшно сколько. Вот такой вот вид. Вот так вот я подсыпала. Этими щепой, что он мне сделал. Это мало. Мне ещё видор 3-4 точно надо. Ну, хотя бы земля не будет, девочки, так пересыхать. Ну, естественно, что вот возле камней. Это всё мы потом посадим. Лавандочку. Вот. И здесь перед камнями, девочки, каждый год я мучаюсь жутко. Девочки, посмотрите. Видите? Дикая орхидея. Не очень-то она чем-то пахнет. Но дело в другом. Я же вам хотела показать поле, там, когда всё расцвело. Хорошо, что успела показать один раз. Роже стриг, он состриг полностью все эти орхидеи. Я такая вчера прихожу. Кроме того, что он мне мой этот... Задел весь инжир. Он ещё и состриг все орхидеи. Я вчера была такая недовольная. Послушайте, сегодня он приехал с работы. Я его взяла практически за руку. И говорю, пошли, я тебе что-то покажу. Он, ой, 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 а я не видел. А я это, а я всё. Ну, девочки, ну, вообще, катастрофа какая-то. Они, эти мужики, ну их. Ну, на своего-то я гавкнуть могу, на рожешке. Я не могу гавкнуть, понимаете? Во-первых, это не мой муж. Во-вторых, ну, он ещё обидится. Надо мне это. Он такой, знаете, очень тоже чувствительный. Вот, девочки, ну что, моя палка стоит. Скоро сегодня клубника будет. Вот я засмотрела сегодня фотографии, девочки. Эти вот все вьющиеся, ампельные. Их называют ещё эти. Садовая земляника, садовая клубника. Ну, вот. Ну, в основном на всех фотографиях, конечно, фотошоп. Ну, вот посмотри, у меня здесь всё-таки пять клубничин посеян. И этого вполне достаточно, если на самом деле у них будут хорошие усы, чтобы закрыть вот эту всю палку. Поэтому будем наблюдать вместе. Это мой первый эксперимент. Вот, я насмотрела там будлею, девочка, короче, у этого Бриана. У него там три, как бы, сорта, три цвета, смешанный в один корень. Красная, фиолетовая и белая. Розовая, по-моему. Фиолетовая и белая. Вот, я не знаю, я бы, может, купила, да вот сюда вот посадила бы. В уголок. Пусть бы росло ещё одно деревце. Вот, так что, девочки мои, хорошее время уже у меня через час угрюмрека начнётся. Я угрюмреку начала смотреть. Поэтому я пойду сейчас. У меня не закрыта, девочка, теплица. Инструмент нужно обязательно положить на место, иначе я его завтра не найду. Сейчас буду идти обратно, положу на место. Вот. Посмотрите, как этот миндальчик цветёт. Новое деревце. Птички ещё поют. Слушайте, птицы съели все свои шарики, которые мы им повешили. А Морис не повесил новые. Что вы думаете? Их сегодня в саду нету. Я говорю, летите, собирайте всяких там жучков, паучков. Ага, сейчас. Тоже они привыкли же так, эти девочки, питаться-то по-цивильному. Ну что, надо заносить в мои пеларгонии. Завтра, быстрее всего, мне нужно будет выносить всё. Хотя бы сверху горшки поливать на улицу. Внизу ещё, девочки, не буду выносить. Ну, тяжело. Там целые, это много горшков. Внизу-то я полю и так. А вот в верхней надо уже будет, наверное, завтра максимум послезавтра выносить. Вот, смотрите, мои подсолнечники, девочки. Сейчас я их переверну, чтобы они тянулись завтра в другую сторону. Вы представляете, какие коняшки? Это вот мои пророщенные эти семечки, которые я проращивала, ела. Вот, а этой, девочки, у меня лён. Я вчера зелень срезала, но там столько много льна, я взяла его на это, на земельку. Выложила корешки. Ну, вдруг возьмётся девочка. Ну, не возьмётся, не возьмётся. Там, вот, девочки, у меня туберозы, вот в этом горшке квадратном. Я вчера пересадила. Там у меня это, в земле, в такой коробочке, это мои бегонии, которые должны ожить в земельке. Лаванда цвесёт. Девочки, у нас нулевая температура буквально с пятницы. И будет очень холодно днём. Поэтому я забрала оттуда, от дома, и эвкалипт. И вот там вот у меня фуксия стоит. Сейчас надо её не забыть. Занести я её туда в тенёчек спрятала, аж не очень любит солнце. Вот, поэтому всё опять в теплицу. Буду ждать, пока наладится ночь. Ночью ещё холодная, ничего нельзя выносить. Вот такие дела, мои хорошие. Всё, отключаюсь. Всем приятного вечера, дня, или там, я не знаю, чего. Какое у вас время суток? Ну, и как я говорю, день прошёл, я вам не показалась. Сейчас девочка всё сняла повязку, нацеплялась там. Я же резала всё высоко, нацеплялась. Девочки, всем прекрасного вам дня, вечера и так далее. Вот, ну, а я вот такая вот хожу чушей-чушкой. На что вы хотите, в саду работаете? Что ж мне теперь, одеваться как на Элисейские поля? Нет, мои хорошие. Уж когда-куда пойду, тогда я оденусь. А так вот. Вот такая вот я ваша провансалочка. Я вчера была у дерматолога. Она мне азотом прижгла все мои родинки. Поэтому я ещё закрываю, чтобы не попадало ни солнца, ничего. Мажу. Вот, скоро шея будет чистая. Поэтому. Там она мне кремы выписала. Хотя, ну, я вам, может, ещё, девочки, сделаю обзор. Не знаю. Если успею. Потому что я просто не успеваю вам всё снимать. Всё, мои хорошие. С вами была ваша провансалочка. Всем пока. А сегодня у нас было 10 марта или 11? 10. 10. 10 марта. Всем пока. 11 марта. И вообще не хочу работать. Так наработалось вчера, что сегодня хочу ходить только и наблюдать за своими цветочками. Какие они красивые. Какие они яркие. Вот эта камелия, конечно, она шикарная. Вот самая классическая камелия. Но посмотрите, насколько она хороша. Вы посмотрите, как цветёт розмарин. Боже, какой же он ароматный. Какой же он вообще. И у меня вот такой огромный, огромный, огромный кустище. Когда-то в своё время я его купила, как кустики лаванды. Ну, я ещё не знала, что такое розмарин, что такое лаванда. Но теперь-то я хорошо понимаю, что я не ошиблась. И что это, и этот кустик, и это растение мне очень-очень нужно в моём саду. Красота. Мне кажется, давно я вас не водила в теплицу. А здесь у меня, посмотрите, просто джунгли. Из пеларгонии и других разных цветочков. Вот у меня тут два помидорчика. Друзья мои, у нас 17 марта в Провансе обещают целую неделю похолодания. Причём даже обещают снег. Представьте себе. И я никак не решусь выносить свои цветы. Потому что, ну, это было бы просто убийство для них. Это всё, что я черенковала по осени. Хорошо, что всё не выбросила. Потому что я никогда не думала, что у меня настолько расчеренкованные мои больные цветочки возьмутся так дружно. Вот, поэтому посмотрите, какие у меня тут красоты. Всё начинает цвести. Но, к сожалению, я ничего не могу вынести ещё на улицу. Помидорки вон растут потихоньку. Здесь у меня фуксия. Там у меня вот наша лаванда вам, пожалуйста. Так что, друзья мои, весна в теплице. Одна из моих самых-самых старых пеларгоний, которую я обожаю за её форму бутона и за её цвет. А это у нас будут тюльпанчики. Посмотрите, какая распрекрасная раскраска этой пеларгонии. А эту я называю просто огонёк. Очень необычный цвет, просто обалденный. Ну, а королевы цветут вообще уже целый месяц. Вот такие вот красивые, распрекрасные цветы. И вот такой вот алло-красный тоже. Эта умничка у меня расчеренкованная. Посмотрите, какие у неё красивые бутоны. Обалденные просто. И какая интересная эта пеларгонщичка красавица. А эта ампельная красавица цветёт прямо вот в этом малюсеньком горшочке. Вот такие у меня цветочки, друзья мои. Надеюсь, вам понравились. Девочки, 11 марта я вот начала чистить немножечко клубнику. И вы знаете, ну что и как я её чищу? Я вот вытаскиваю все вот эти вот, которые пожелтевшие листочки. И убираю совсем сухой лист. Вот она у меня, девочки, начинает уже цвести. Вон там, если посмотреть чуть подальше, уже не буду я встывать. Вот видите, вот она. Поэтому потихонечку сейчас обработаю. Потом подсыплю или полью каким-нибудь удобрением, девочки. Не знаю, может быть, навозом просто обложу все эти кустики. И хочу вам сказать, что, конечно, ей здесь будет тесно. Но она у меня будет расти сплошным ковром. Потому что, ну, у меня просто вот тупо не хватает земли. А здесь, девчонки, посмотрите. Я вот присадила здесь вот этот исоп. И посмотрите, какой он хорошенький. Так, сейчас я переключу камеру. Так хорошо взялся. Вообще умничка, красавица. Вот здесь я тоже всё вычистила потихонечку. Там вот у меня место есть. Хочу туда ещё что-нибудь присадить. Или кустик какой-нибудь куплю. Ну, посмотрим. Мы же ещё пойдём в заповедник какое-нибудь растение, питомник поедем. Включила поливашку немножко. И на следующей неделе, девочки, ну, прям даже реально. Я почему-то переживаю, что будут вот эти холода. То есть из теплицы ничего я не смогу, девочки, убрать. Ещё вынести, то есть. Представьте, минус три обещают на следующей неделе. И даже три дня подряд немножко снег. Ну, тут будет, наверное, девочки, может быть, и будет кружиться. Но вы должны понять, что это же Прованс, юг Франции. Мама дорогая, хотя на юге России что в этом году творится. Соседи все возвращаются домой, наши квартиранты. Вот, в шесть часов. Я тоже пойду уже, потому что надо. Хочу, может быть, суп какой-нибудь тыквенный сварю, девочки. Поэтому, пойду-пойду. Настроение у меня не очень хорошее. Муж, смотрите, тут сегодня красил террасу. Ну, такой, знаете, как это не лак, а какие-то, ну, такой вот продви, такие продви. Это как, ну, вот, чтобы доски не гнили. Так вот он покрасил это. Я там почистила цветничок, вот там вот, который чуть вот. Посмотрите. Ну, короче, девочки, так вот ковыряюсь, ковыряюсь. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. И так вот потихонечку и навожу порядок. В инстаграм девочки выставила свой розмарин. Посмотрите, какой он распрекрасный. Ну, он просто замечательный. И то я хочу сказать, что мог бы он свести, девочки, и получше немножко. Вот, ароматный вообще слов нет. Красавец. Ну, вы знаете, что удивительно, цветёт рано и совсем нету пчёл ещё. Обычно тут пчёлы должны тут летать. Но пчёлы, наверное, знают, что, девочки, что холодильник ещё будет. И вот там вот как красиво цветёт, вот там ещё миндаль. Вот отсюда такой вид прям, смотрите, видите, белое облачко такое. Вот, а этот наш миндальчик отцвёл вот этот, ну, совсем мало. А что это у меня тут ветка завалилась? Угу, так, смотрите, прям завалилась веточка. Вот такие дела, мои хорошие. Цветём, цветём и ждём снега. Вот это будет, конечно, шок. Самолёты у нас летают, уж не знаю, куда так поздно. Вот, так что пойду закрывать теплицу, моя хорошая. Сложили свой инвентарь. Выключу воду. Подсадила там, сейчас ещё покажу вам. Пойдёмте быстренько. Девочки, смотрите, моя клубничка, которая будет вот на эту палку. Буду я её заматывать. Посмотрите, как она уже это. Видите? Молодчина. Все пять кустиков. Прям так дружненько. Все листочки уже дают. Давай, давай. Тут у меня идёт полив. Нарциссы тут уже отцветают. Ну, нарциссы, девочки, всегда очень быстро отцветают. Самые первые. Я считаю, даже очень рад. Вот здесь вот у меня, девочки, нету полива. Вот на эту розу надо принести. Но я притащу шланг. Чего что-то тягать. Вот у нас начинают потихонечку цвести тюльпанчики. Красавчики. Тюльпанов мало в этом году. Совсем мало. Вот, девочки, сюда я присадила. Вот этот он называется у нас тоже шалфей. Он будет красным цвести. Это вообще-то огромный куст. Он такой разрастается там, ну, метр в ширину, метр в высоту. Вот если ему понравится это место. И пересадила вот сюда, между розой. И шалфейм этот грамине. Ну, и так вот тут поливается. Ну, потихонечку, девочки. Слушайте, принесли мне, принес мне, Марис, название вот этого цветочка. Я, конечно, сейчас опять не вспомню его. Как же оно? На «С». Девочки, короче, это семья Васильковых, как вы и писали. Но листочки в нем не такие. Вот, видите, какой у него листочек? Совсем другой, чем у Василька. Вот такой. Девочки, я прям напишу вам на кадре, если вспомню. Я писала сегодня в прямом эфире, как оно называется. Но я так вам хочу сказать, я с первого раза и не запомню. Я помню, что начинается на «С». Вот. Семья Васильковых. Многолетние растения. И оно, вот как я вам и говорила, оно будет разрастаться ковром, как вот эти вот маргариточки наши. Ну, вот, смотрите, вот там вот поле. Видите? Вот такие дела. Пиончик тут такой раскрасивенный у нас. Все, мои хорошие. На 11 марта заканчиваю. Пошла закрывать теплицу. Ну, вот, и послушайте, вокруг этой камелии теперь нужно просто крутиться, крутиться и крутиться. Такая красавица моя вообще. Как я ее люблю, девчонки. Вообще, конечно, вот когда растение отдает вам свою красоту вот в таком виде. Ну, вот я другой раз встану и стою минут 10. Стою вот на нее, смотрю, что-то задумаюсь там, вспоминаю что-то, что-нибудь там придумываю, загадываю там. Ну, уже темно, темно. Вот, но все равно прекрасный-прекрасный цветок. Обожаю. Просто вот обожаю. Вот, а это наша розовая красавица. Посмотрите тоже. Молодец. Девочка, вот сколько она у нас? Она у нас уже месяц, наверное, цветет, да? Вот так вот каждый раз. Тут она, конечно, нападает. Но вот смотрите, еще у нас есть бутончики на нижних веточках. Вот, так что мы еще, девочки, подцветем еще. Он, видите, уже... Я положила один цветок в стакан. У меня неделю стояло в доме. Цветочек в стакане прям это плавал. Тоже красивый. Ну, такой цвет красивый вот этих гиацинтов, согласитесь. Влаз тоже не оторвать. Вообще, девочки, конечно, вот есть цветы, с которыми можно и разговаривать, и просто вот стоять, вот наблюдать, там, думать о чем-то, расслабляться. Такая цветотерапия. А это вот, девочки, наш этот... Как же у нас его... Он пахнет вообще... Это гвоздичное жируфле на французском. Сейчас, посмотрите, буду нюхать я. Девочки, это гвоздичное. Оно пахнет вот всяким запахом. И вот у меня начал уже расцветать вот он фиолетовый, вот там впереди, да, вот, который я подрезала. Сейчас мы туда подойдем еще. Вот, хочу вам фарцизию показать. Фарцизия, смотрите, как расцвела. Ну, вот она цветет вот в эту сторону, понимаете, в сторону этого поля страшного. Такая тоже молодец, умничка. Мы ее обрезаем сверху, вот так вот, когда осенью. Правляем все эти кусты. И вот она так вот прям через вот этот зеленый куст прорезла. И такая молодец, такой мощный куст, конечно. И вот Марис подсадил эту калину лавролистную. Видите, ее надо было вывернуть вот так вот. Девочки, ну, он мне ее вообще посадил близко, он туда, к камням. Я на него раскричалась, говорю, ты что, она своими корнями, как пойдет в огород, вообще заполонит нам все. Так вот сегодня пересаживал сюда, ближе к полю. А это такие, типа, девочки, подснежничка у нас, видите. Раньше здесь было несколько кустиков. Вот в этом году только один. Раньше еще вот здесь вот немножко оно было. Вот видите, какая у нас здесь земля, девочки. Обалденное. Солнышко уже садится. Вот. Красотень, да? Ярко так. Сегодня вот делала, девочки, я вам премьеру. Ну, послушайте, практически все вот вы мои постоянные подписчицы, которые бывают на всех вот и премьерах, и прямых эфирах. Послушайте, все почти написали, что у вас там метели, снег, морозы. Ну, я вам просто искренне, девочки, сочувствую, потому что все-таки уже 11 марта. И уже можно было бы. А здесь, смотрите, зашла веточка прямо в это оливковое дерево. Так что у нас и оливковые деревья цветут желтым. Вот. Здесь вот бордюрчик Малисми сделал такой аккуратненький. Ну, сюда вот надо тоже еще просто дойти, потому что надо, чтобы он мне это выкорчевывал. Все. Ой-ой, даже не знаю. Ну, и вот моя роза. Будем ждать бутонов, будем ждать светения, потому что, я не знаю, мне кажется, моя реклера, она ушла. Может быть, осталась какая-то одна веточка. Посмотрим, чем она будет свести. И больше, девочки, я трогать не буду. То есть, буду убирать там какие-то, ну, засохшие ветки. Все. Вот такая была роза распрекрасная. Послушалась, обрезала. Она мне надо было. Цвела и цвела себе, сидела и сидела там. Поэтому большие, взрослые розы, которые вот огромные, девочки, я больше резать коротко не буду. Мне кажется, для них это очень большой стресс, а они потом просто не хотят расти. Вот это вот сиранодбержрак я обрезала по 15 сантиметров в ветке, оставила. До уже года 4. Она же у меня была вот. Вот видите, мы же вон сделали. Вот она заходила у меня уже на вторую эту сеточку. И была сформирована такая вот, видите, как в горшке, как будто ваза, да, там были голые ноги. И потом вот так вот она прям поднималась у меня. Вот. Подрезала на свою голову. И вот теперь 4 года, девочки, вот. И она высоту больше у меня не растет. И потом она начинает болеть, потому что дом нагревается, ей жарко становится. Поэтому не знаю, не знаю, девочки. Здесь тоже такая наука. Конечно, каждой розе нужен свой какой-то отдельный подход. И вот, смотрите, вот она эта. Видите, фиолетовая. Красивый цветок. Вообще люблю я его, конечно. А здесь вот тоже, смотрите, листья такие светлые повылазили. Тоже, наверное, это... Морис сделал яму, опять с этого навоза нафигачил. Вот, с навозом у нас проблема. То есть, как проблема? У нас его настолько много, что мой муж, он думает, что это земля. И вот он у него, девочки. Он везде, везде. А видели, какие гиацинты белые? Да такие огромные. Ой, ну всё, и рисы такие, как солдатики стоят. Ну, давайте прощаться, мои хорошие. Всем пока. Девчонки, доброе утро. Сегодня суббота. У нас сегодня 13 марта, девочки. Очень солнечное утро. Я сейчас проснулась. И первое, что я делаю уже в течение почти двух месяцев, вернее, вот 22-го числа будет два месяца, как я начала принимать коллаген. И я вам хочу, что результат очень даже приличный. Первый коллаген у меня был немецкий. Вот этот коллаген у меня испанский. Девочки, кстати, я его пью с большим трудом, потому что, ну, в нём много ароматичной добавки. Он с гиалуроновой кислотой, с магнезией, магнезио, с магнием, с витамином С. Вот коллаген, чтобы вы знали, должен быть обязательно с витамином С. Если его нет в составе порошка, который приобретается, значит, надо покупать и дополнительно принимать одновременно витамин С, иначе коллаген не усваивается. Вот, а я получила... Это, девочки, у меня рыбный. Это у меня животного происхождения коллаген. Копытца, наверное, да, там какие-нибудь, бычков. А это, девочки, рыбный коллаген. Он называется коллаген здоровья и высшего качества. Короче, ну, естественно, что... А, написано было это. Это очень важно, что он из хрящей, рыбы в холодных море и океанов. То есть, по-моему, это где-то из Норвегии оттуда. И он не содержит... Ой, как же их... Ну, вот эти вот ГМО в ГМО... Ой, ну, короче, плохих добавок. Вот, инструкция на английском и на испанском. Я перевела. Значит, он быстрее всего пришёл, девочка, из Испании. Это новый продукт. Ещё нет на него никогда... Да, испанские, девочки. Нет на него ещё никаких отзывов. Я купила, он и по цене подходил. Здесь 60 доз. Но, опять же, 60 доз. Это как? Это одна будет... Я перевела сейчас. Дёхэд скуп. Это колпачок, мерная ложка с горкой. Вот, сейчас я буду открывать, девочки. У меня в этом уже тут осталось... Кстати, на месяц мне его не хватило. Здесь такая вот огромная... Вот ложка. Я развожу, девочки, утром чайным грибом. Грибом с водичкой. Когда с чем? Ну, отвратительный вкус. Мне вообще не нравится. Я его больше заказывать не буду. Вот. Не знаю, как он на мне сработал, конечно. Ну, то, что, девочки, у меня волосы на самом деле стали пышными и такими, скажем, такой копной, это правда. Но от чего они такие стали? От коллагена только ли? Либо от всего комплекса, что я ещё... Я наношу гель-алую вера, я делаю маски, я мою волосы глиной. Ну, короче, много чего я делаю. Ой, посмотрите, какой он красивый. Он розовенький. Вот. И в этом коллагене, я не знаю, надо искать, есть ли там мерная ложка. Потому что 5 граммов дневная доза, от 5 до 10 граммов. Здесь у меня, девочки, есть цинк, 10 миллиграмм на дозу 5, значит, на одну, так-так-так-так, на одну дозу. Вот. 5 граммов коллагена. 25 миллиграммов гиалуроновой кислоты, цинка, 10 миллиграммов, витамина С, вот 80 миллиграммов, вот это вот норма, дневная витамина С, которую нам рекомендуют принимать. И здесь, девочка, есть биотин, 50 вот этих условных единиц. И это очень хорошо, значит, он будет работать, опять же, на волосы. Ну, сейчас я поищу ложечку мерную, и, наверное, я его сегодня попробую. Так, девчонки, чтобы распробовать вкус, я сегодня просто сделаю на чистой воде, без чайного гриба. Вот так вот немножечко добавляем водички. Как правильно, без коллагена нашла я ложечку. Вот, она вот такая вот, посмотрите, красивенькая, маленькая. В каждом коллагене свои дозы. Вот, значит, надо нам две таких дозы с горкой. Ой, промахнулась, ну надо же. Девочки, ну он нежно пахнет красными фруктами. Такой, знаете, я бы сказала, может быть, вишенкой. Неудобные вот эти упаковки. Они, хоть и, девочки, закрываются. Это очень важно, чтобы туда не попала влага. Вот, и я, когда сейчас выпью вот этот коллаген, я его добью, тут мне осталось на неделю, вот, то я пересыплю туда. В коробочке он удобнее открывать и рассыпаться не будет. Смотрите, какой красавец. Вот, и теперь разбавляем. Он еще и шипит. Там, ну, шипит, это, естественно, это, витамин С быстрее всего. Видите, какой он красивый. И вот, девичонки, здесь вот вообще не написано, но в инструкции, ну, может быть, здесь не написано, 30 минут после того, как мы сейчас примем коллаген. Ой, какой он просто красавец. Смотрите, какой он. Он на свет такой, прям розовый такой. Ой. Ну, будем пробовать. И вот у него в этой марке, у него три коллагена. А, он есть у них один натуральный, один еще там с какой-то добавкой. Ой, вкусненький. Такой я буду пить с удовольствием. Такой, знаете, растворяется настолько полностью, что ты просто вот как пьешь вот водичку. А вот этот коллаген, и прошлый коллаген у меня был, он был такой, знаете, такой, ну, он такой немножечко как там, пенка такой густоватый получается. Даже не знаю, правильно ли это. Девочки, не знаю. Вы понимаете, покупаем продукты. Кто его знает, скоро появятся отзывы, конечно, на этот. Я потом посмотрю, что напишут люди, которые, может быть, более... Ну, вот прям вот разбавляется вообще вот в прозрачную воду. Вот никакой нету густоты. Поэтому, хорошо это или нет, тоже не могу вам сказать. Ну, все, мои хорошие. Выпила 30 минут. Сейчас у меня... А, часы. Часы поставила на зарядку. Сейчас я 30 минут себе заведу. Таймер. И все, и дальше потом можно будет. Сегодня масленица надо бренов на печь. Всем привет, всем любителям проростков и живых витаминчиков. Всем еще раз привет. Сегодня у нас масленица, как всегда. Кто-то там печет блины, а вот у меня вот такие вот прекрасные проростки. И я вам хочу сказать, что уже коктейль с проростками каждое утро стал просто традицией моей семьи. И мой муж пьет тоже с удовольствием. Девочки, вот посмотрите. Я, конечно, делаю выводы. Здесь это я уже показывала. Видите, вот нарастает новая партия. Сегодня будет срезана вот такая вот четвертинка в салат вечером. Это у меня уже новый лун прорастает. Но больше всего мне нравится выращивать именно проростки в баночках. Я тут уже приспосабливаю. Это у меня, девочки, и вчера я получила новую капусту брокколи. Вот, это пожитник. Он горьковатый, но в коктейле он великолепный. Это у меня для похудения. Маш и редис. Девчонки, заказываю себе будлею трёхцветную. Вот хочу вам показать. Заказала вот эти вот космею, да, видите? Посмотрите, сколько они стоили. Пакетик 15 граммов, 19,90. Вот 70% скидки я себе взяла, потому что у меня нету космею. И вот заказала себе вот эту ипомею, про которую вы говорили. Она будет в горшочке, но совсем маленькая. Но, говорят, быстро же растёт. Вот 11,99. Один цветочек. И, девочки, короче, у меня тут будут перчатки, секатор в подарок. И что там ещё? И какие-то гладиолусы необычные. Будлея вот такая, девчонки, смотрите. Классная такая, правда? И вот такие вот, девочки, гладиолусы. И вот, смотрите, первый подарок. Секатор и перчатки. Вот стоит это всё 26,98. Это будет подарок. Девчонки, ну что, надо пользоваться. Я рада. Девочки, ну вот я же обещала, что я сделаю блинчики сегодня. Я ем не только проростки. Я ещё ем и блинчики, вкусные блинчики. Пеку я, девочки, всегда на двух сковородочках. И тут уже кто-то так улёгся. Ну, в ожидании первого блина, который должен быть комом. И ужейти. Девочки, ну вот таким вот образом я пеку блины, всегда на двух сковородочках, сковородки у меня небольшого диаметра и нам с мужем вполне хватает. Этот раз я напекла, конечно, блинов столько, что я их буду замораживать, потому что сразу мы их все не съедим, а потом так хорошо на сковородочку и разогреть. Поэтому пеку редко, пеку вкусно и я хочу сказать, что блины это просто какая-то моя любовь, любовь и любовь. Ну что, девочки, снимаем пробу, мало ли там не хватает или еще чего, поэтому и сама попробую. М-м-м, беги. Семегусе дадим попробовать. Быстрее, моя девочка, быстрее. Давай, где ты там? Где там наш нос? Где? Вот он наш нос. Мои блиныea готовы. Посмотрите, сколько у меня их здесь. Ой, я не знаю, как же нам их съесть. И сейчас я себе заварю вот такой вот душистый чай. Чёрный. Эрн Грей. Обожаю. Ещё можно добавить и мончика. Короче, я молодец. Сегодня широкая масленица, и я выполнила все условия договора. Субтитры подогнал «Симон»